Не для кого из жителей нашего города не секрет, что одной из наиболее экологически болевых точек Рязани является Турлатовский полигон для отходов. Скандалы, связанные с деятельностью промплощадки, не утихают круглый год, а между тем жители поселка вынуждены дышать опасными для их здоровья и жизни химическими испарениями. Неоднократные прокурорские проверки и попытки прикрыть лавочку приводили к тому, что полигон вновь начинал свою деятельность. В том же темпе менялось лишь название фирмы. Наиболее проблемным вопросом при осуществлении прокурорского надзора за исполнением закона в сфере природы пользы и экологии по-прежнему остается вопрос размещения опасных отходов на промплощадке, расположенной по адресу города Рязани район Турлатова-1. То есть это территория бывшего предприятия «Химволокно». Ранее на основании исков прокурора Октябрьского района, рассмотренных судом удовлетворенных, была запрещена эксплуатация данных сооружений в качестве полигонов для размещения опасных отходов. Также на основании исков прокурора были аннулированы лицензии, выданные ОДТ Астерс и ОВС, то есть предприятиям, которые осуществляли эксплуатацию данных объектов. Организации меняются, то есть запрещают деятельность сначала одной организации, потом оказывается, что новая разрешительная документация получила иное юридическое лицо, хотя руководство остается у этих юрлиц прежним. Несмотря на результаты анализов прокурорской проверки, которые указывают на многочисленные нарушения законодательства, влекущие за собой угрозу для окружающей среды, предприятие после небольшого перерыва продолжает свою деятельность. Региональные контролирующие структуры вплоть до 2013 года, по всей видимости, проявляли излишнюю лояльность по отношению к недобросовестному бизнесмену, выдавая ему на руки все необходимые разрешительные документы. Так, в ходе проверки было установлено, что в октябре 2013 года ряду организаций, это ЭКОПРОМ, ЭКОС, ПРОЭКО, ЭКОСОЮЗ были выданы положительные заключения о соответствии с санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений и оборудований, которые данные организации планировали использовать для осуществления деятельности в области обращения с опасными отходами. Проверка показала, что данные санитарно-планические заключения были выданы в нарушении требований Федерального закона о санитарно-эпилологическом блокологии населения, а также в нарушении административного регламента. По результатам проверки в Железнодорожный районный суд было направлено 4 исковых заявления о признании недействительными данных санитарно-эпилологических заключений. Исковые заявления прокурора были судом удовлетворены в полном объеме. Станет ли крайние меры прокуратуры финальной точкой в деятельности Турлатовского полигона или продолжение следует? Будем надеяться, что узнаем об этом в ближайшее время.